Рейнбоу Дэш представляет Чудесный денёк в Эквестрии На что, на работу тебе не надо? Нет, я взял отгул На Эквестрии стоял офигенский денёк Кругом все алии летают и так далее И вообще-то мне надо нагонять дождевые облака Но плохая погода всех только раздражает И к тому же Дерпи умудрилась защемить себе копыта В генераторе туч, заклинив его недели на три Так что ничего с пони Виллем не случится Если погода испортится на полчасика позже, чем надо Вернее, это дело заняло бы полчасики, если бы не мои крылья А они у меня, как всегда, сломаны Ну то есть я и так знаю, что я частенько ломаю крылья Но по-настоящему осознаешь, насколько частенько Только когда к тебе на дом приходит агент страховой компании И требует показать медицинские записи А такое было И теперь, похоже, они считают, что я целенаправленно Зачем-то занимаюсь самовредительством И поэтому теперь они требуют, чтобы я носила шлем А иначе мой медицинский полис аннулирует Но у меня от него грива электризуется, так что натикало И вот сегодня я решил зайти к Твайлайт Потому что мне пришла идея, что я смогу летать быстрее, если она прочтет заклинание Но только когда она его прочитала У меня поломались оба крыла и теперь мне печально И вот я валяюсь на полу иною А Твайлайт читает книгу И я прошу, а можно мне воды? Она просто встает и идет Она отличный друг А через пару минут из соседней комнаты раздается треск Ах ты ж, блядь А когда Твайлайт возвращается, у нее нога поранена Но зато она принесла стакан воды И вот она дает мне воды И не успеваю я сказать спасибо, как она наклоняется и целует меня Серьезно Ну тут написано так, мол Целует меня, очень опористо Нет, ну я в курсе, что болячки проходят быстрее, если поцеловать А моим крыльям это совсем не помешало бы Ну и вот я Твайлайт, небось, медицина куда лучше меня разбирается Так что вот Как-то вот так Такое вот очень агрессивное лечение А мне после этого наверняка очень быстро станет лучше Вооот А к счастью тут приезжает скорая и дэш забирают Меня уносит на носилках, оставляя Твайлайт наедине с чувством вины И она возвращается в дом, чтобы Ладно, чтобы отогнать чувство вины Твайлайт решает навернуть кружок вокруг дома Ну хорошо, пробежаться по улице Твайлайт, ты не следуешь повествованию Не-а Так, но тут все равно написано, что ты должна вернуться и поцеловать Рэрити Нет Ладно, но ты все равно должна пойти и поцеловать Биг Мака Нет Хорошо, ладно, их можешь не целовать Но в финале ты все равно должна поцеловать Флаттершай Того пацана из Троттингема? Нет, того зовут Пип Кто вообще додумался назвать сына Пипа Это же создание угрозы здоровью, нет? Я бы своего назвала Дракула Заткнись Это Твайлайт, ты бежишь прямо к вечной дикому лесу Но мы еще даже не дошли до нападения дракона А потом... Эм... Ну куда ты? Ты же главный герой Ну ладно Тогда, наверное, конфликта нет, ну и... Конец Дева с волосом каштанным Есть тебе вопрос спонтанный Хочешь быть моей желанной Мне не в тягость ожиданье Чтобы ты не унывала Я б тебе нарвал пиалок Ни к чему вздыхать устала Тосковать нам не пристала Хочешь, поиграем вместе на дворе Денек чудесный Сто часов Похочешь двести Лишь бы не было депрессий С милым другом жизнь отрадна Пусть и бесит он изрядно Счастье находиться рядом А мои причуды, ладно Я местами неуклюжий Но лишь улыбнись и тут же в сердце бабочки закружат Может нам обняться нужно Вижу образ твой прелестный И внутри играет беста Все с тобой так интересно Внемлись повелело сердце Так вперед же к приключениям Жизнь уныла Мест движения в хаотическом брофтинге Место, место Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чего? Ну как бы вот оно что там в вечном диком лесу В летучей мыши и гориллы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok